Поверьте, тому, что я обозреваю кошмар на улице Вязов, я удивлен ничуть не меньше вашего. Но, как говорится, любой каш... Любой каприз за ваши... любой каприз за ваши деньги, да. Я же в свою очередь только рад, что могу сделать классное видео для своих фанатов и не волноваться, что его посмотрит полтора человека. Так что, сегодня у нас на столе самая влиятельная и культовая серия хорроров «Кошмар на улице Вязов». История кошмара началась, когда Уэс Крейвен прочитал в газете о подростках из Камбоджии, которым снились настолько страшные сны, что те отказывались спать. Уже тогда довольно известный режиссер уцепился за идею и превратил ее в сценарий хоррора, где некто преследовал людей во снах и пытался их убить. Ну а когда Уэс услышал трек Dreamweaver от Гарри Райта, вышедший примерно в то же время, он понял, что идея его — золото. Из той же песни был взятый основной хоррор-эмбиан для фильма. Имя злодея Фредди Крюгер было списано с хулигана, который травил Уэса в детстве, а внешность со старика, который однажды напугал его посреди ночи, остановившись около его дома и долго пялившись на юного Крейвена в окне. Забавный факт, когда Уэс Крейвен начал ходить по студиям со сценарием, все от него отказывались. И первые, кто проявили интерес, были Дисней. Но они хотели сильно смягчить фильм и сделать его простеньким ужастиком для детей, что Крейвена, естественно, не устраивало. За фильм взялись New Line Cinema и началось производство. Однако даже тут все было не так гладко. Ходят слухи, что многие спонсоры в какой-то момент отказались давать деньги, и целых две недели вся производственная команда фильма работала за спасибо. В итоге половину бюджета, который составил смехотворный на сегодняшний день 1,8 миллиона долларов, внес какой-то югославец, который хотел пропихнуть свою девушку в кино. Однако, кто же та прекрасная дева, что попала в фильм не за свои таланты, история умалчивает. Но, как минимум, мы знаем, что она не в основном актерском составе. Роберта Ингланда взяли, потому что он вел себя достаточно пугающе, и создал себе странный образ, подкрасив глаза пеплом от сигарет. А еще он единственный, кто был согласен проявлять открытую жестокость к другим актерам. На роль главной героини целились актрисы вроде Дэми Мур и Кортни Кокс. Но Крэйвен хотел кого-нибудь, кто еще не прославился в Голливуде. И в итоге его взгляд упал на Хезер Ленгенкамп. А Джонни Депп вообще участвовать не планировал. Он пришел с другом, который проходил кастинг, но в итоге получил роль сам. Для него это тоже был дебют в кино. Такая вот история. Фильм вышел на экране в 1984 году и собрал множество положительных отзывов. Ну, а заодно и кассу в 25 миллионов долларов. До сих пор представители New Line Cinema говорят, что их студию построил Фредди. Но что же с самим фильмом? Знаете, очень тяжело рассказывать о фильме, который настолько прочно въелся в нашу с вами массовую культуру и историю, что дети уже буквально рождаются сознанием, кто же такой Фредди Крюгер. Им уже не надо ничего объяснять, это как знать, что осенью, не знаю, листья станут желтыми. Рассказывать о нем, это равно, что разрушить какую-то легенду. Рассказать вдруг, что Деда Мороза на самом деле нет. Но такова уж моя судьба. Поэтому давайте объективно взглянем на первую часть кошмара на улице Вязов. Группа подростков однажды выясняет, что им снится один и тот же сон, в котором их преследует страшный человек с обожженным лицом и ножами вместо пальцев. Однажды они собираются вместе, потому что одной из девушек страшно спать одной. Она ночует со своим парнем. И в итоге ей снится, что ее убивает этот страшный человек. Ну а в реальности же ее кавалер наблюдает, как девушка отбивается от невидимого врага, подлетает к потолку и падает со вспоротым животом. Все подозрения, естественно, падают на парня, а их друзья Нэнси и Глэн начинают подозревать, что здесь что-то неладное. На следующий день Нэнси все же решает пойти в школу. Как ответственная ученица, она засыпает на уроке. И ей опять снится, что ее преследует этот страшный мужик. Чтобы проснуться, она прикладывает руку к горячей трубе и уже в реале с ужасом замечает ожог. Тут уже всем понятно, что все очень плохо и надо быть поосторожнее. Так что Нэнси просит Глэна проследить за ней, пока она спит. Во сне же она видит, как Фредди заходит в камеру к предположительному убийце девушки. И когда она просыпается, они рвутся в полицейский участок, только чтобы найти парня повешенным. Нэнси уже несколько дней не спит, и после похорон своих друзей ее мать тащит ее в клинику сна. Там ее опять же вырубает, во сне она снова дерется с Крюгером, и когда просыпается, уже в реале достает его шляпу с именем Фред Крюгер. Все в шоке, тем более, что на ночнушке девушки из ниоткуда появились порезы. А уж откуда взялась шляпа, даже никто предположить не может. Но именно о ней явно триггерит какие-то воспоминания матери. В общем, оказывается, что Крюгер был детоубийцей, которого из-за бюрократической ошибки отпустили. Так что разъяренные родители убиенных устроили самосуд и сожгли его заживо в котельной. И теперь, судя по всему, он мстит детям тех родителей. Но по мнению матери Нэнси, а по совместительству алкоголиц, это полный бред. Крюгер мертв. Как он может кого-то убивать? Она даже показала его перчатку девушке. Ну и заодно она повесила решетки на все окна в доме, чтобы Нэнси не сбежал вдруг. Ну или чтобы к ней никто не вломился. Тут, в общем, девушка узнает еще одну вещь, что существуют осознанные сны. И как бы если быть в полном контроле над своими сновидениями, то никакой Фредди тебе и не страшен. План Нэнси следующий. Уснуть, схватить Фредди и вовремя проснуться. Таким образом, вытащить его в мир реальный и тут уже не иллюзорно прописать ему люлей. Для чего она выстраивает по дому целую кучу невероятно специфических ловушек. Я даже не представляю, как это должно работать, но есть слух, что именно из этой сцены потом родился сценарий фильма «Один дома». Жаль только Гленн в этот момент умирает в одном из самых впечатляющих эффектов в кино. Но с Джонни Деппом в будущем все будет в порядке, как мы все знаем. В общем, план Нэнси условно работает, одного я только не понял. Если у Нэнси есть патроны от дробовика, то должен быть и сам дробовик. Так нафига ей тогда выдумывать нелепые ловушки? Жаль только Фредди поливать на все, и он убивает мать-алкоголицу. В итоге Нэнси остается одна в комнате, вдруг появляется Фредди, она говорит, что он всего лишь сон, и тот пропадает. Я знаю, о чем вы сейчас думаете, но, честно говоря, когда сам смотришь фильм, все выглядит не настолько нелепо, как звучит. Но еще более нелепо выглядит финальная концовка. Вроде как все хорошо, все живы, Нэнси садится в машину к своим друзьям. Но вдруг это оказывается ловушка, а мать героини в совершенно нелепом эффекте затаскивается в окно двери. Конец. Плохой ли это фильм? Ни в коем случае. Держится ли он сегодня? Более-менее да. Однако в нем все же есть кое-какие странные косяки, включая идиотскую концовку. Ну, а еще, естественно, от него восьмидесятыми пахнет за километр. Даже не так, знаете, от сериала «Очень странные дела» пахнет восьмидесятыми. От кошмара просто смердит. Весь фильм у нас идет довольно логичная сюжетка. Фредди убивает во снах, так что люди пытаются не уснуть. Потом они хотят вытащить его из мира снов в реальный мир, где бы у него было меньше власти. Но в итоге он все равно всевластен во всех мирах. Ты можешь сжечь его плоть, ты можешь изгнать его дух, но ему вообще плевать. Это немного ломает общую сюжетку и логику. Мне кажется, нужно, чтобы даже у сверхъестественного персонажа были четкие способности и ограничения. Здесь же границ нет. Он может все. С другой стороны, больше всего в мире человек боится неизвестного. И, наверное, это добавляет фактора страха к персонажу Фредди Крюгера. Он может быть где угодно. Он поймает тебя во сне. В реале он даже смотрит, как ты дрочишь. С третьей стороны, почему тогда Фредди просто не переубивал всех своими бесконечно магическими способностями? Он же буквально может все, что угодно. Таким образом, Кошмар на улице Вязов переходит в сегмент обычных нелепых хорроров, который работает только потому, что в сценарии полно дыр. Радует лишь, что персонажи не идиоты, как обычно, и их действия вполне логичные. Так что, наверное, для фанатов хорроров у фильма достаточно крутой сценарий. Остается надежда на второй фактор качества фильмов ужасов. Художественное и техническое исполнение. И вот тут фильм сияет. Как вы уже могли понять, эффекты здесь просто великолепные. Даже, казалось бы, в простых сценах, где персонаж летает на веревочках. Ты ни на секунду не сомневаешься, что он летает на самом деле. Настолько круто все сделано. Даже простые эффекты перехода между разными кадрами идеально скрыты. Ну, и гейзер из крови. Аплодируя стоя, Кубрик бы вами гордился. Операторская работа, работа с освещением, постановка кадра. Все в этом фильме сделано великолепно. И картинка смотрится даже спустя 30 лет. Делаем вывод по первому фильму. За исключением нескольких нелепостей 80-х, вроде, знаете, странных звуковых эффектов и глупого поведения некоторых героев, у нас великолепное кино. И заслуженно культовый представитель хоррор-жанра. Изначально Уэс Крэйвен хотел делать концовку поконкретнее. Нейнси должна была убить Крюгера, отказавшись верить в него. После чего она бы проснулась и поняла, что все это был один длинный сон. Однако, боссы студии настояли на более неожиданной и провокационной концовке. Таким образом, открыв дорогу для сиквела. Крэйвен изначально таких планов не строил, и он не хотел превращать Кошмар во франшизу. Так что от разработки продолжения он отказался. Тут важно понимать, что Нью Лайн Синема до выхода Кошмара были практически банкротами. Этот фильм стал буквально той спасительной палкой, которая выточила их из болота. Таким образом, отказываться от сиквела было бы невероятной глупостью. Однако, дабы еще больше сэкономить, было решено заменить весь актерский состав, чтобы не выплачивать им возросшие гонорары. И вновь нанять сплошных новичков. Они даже от Роберта Ингланда изначально отказались и успели снять многие сцены без него. Но потом поняли, что как-то не прет, и позвали его обратно на заметно возросшую зарплату. Но как бы суть остается, сиквел является самой грязной попыткой заработать бабла на успешной серии, которую только можно придумать. Таким образом, «Месть Фредди» вышла ровно через год после первой части, оставив всех в недоумении, за что там Фредди вообще мстит, ведь в прошлом фильме он победил. Фильм открывается сценой, где школьники едут в автобусе, но внезапно автобус ускоряется. И даже Киану Ривз не появляется в кадре. Автобус уезжает в пустыню и попадает в какой-то ад, а героев, а заодно и зрителей, приветствует сам Фредди. И как бы тут ты уже понимаешь, что с фильмом что-то не так. Доделся тот хоррор на грани триллера, что мы видели. Почему теперь внезапно все действие приняло такой эпичный поворот, и вообще в чем сне тут все происходит? Действия разворачиваются через пять лет после событий первой части. И в дом, где раньше жила Нэнси, въехала новая семья. Собственно, происходящее выше было сном парня по имени Джесси. Который вместе с семьей недавно сюда переехал. Кошмары становятся все чаще, и в одном из них Фредди сообщает пацану, что планирует через него выйти в реальный мир. И начинает постепенно захватывать контроль над его телом и разумом. Зачем Фредди выходить в реальный мир, когда, как в прошлом фильме, он этого очень сильно не хотел? Не сообщается. Также где-то в этот момент подружка Джесси находит у него в комнате дневник Нэнси. Из первой части. Где читает все про Фредди и прочее. Тем же временем в доме начинает происходить какая-то дичь. Сначала у героев взрываются попугаи, и батя во всем обвиняет Джесси. Как? Как можно заставить попугаев взорваться, да еще и вспыхнуть ярким пламенем? Может, наверное, ему напалма в глотку влить и поджечь, но у главного героя не было времени подготовиться. Знаете что? Отец главного героя мудила. А фильм? Очень глупый. Но это не самое смешное. Одной ночью Джесси, разозленный, выходит на кухню. В тарелке вдруг бьет молния, и они начинают гореть. Ну и поэтому Джесси выходит на улицу и вдруг попадает в гей-бар. В баре он встречает своего физрука, который забирает его в школу. Заставляет нарезать круги, пока он очень горячо не вспотеет. А потом отправляет его молодое сочное тело в горячий душ. Мне не нравится, куда фильм идет с этим всем. Внезапно физрука захватывают прыгалки, также оттаскивают в душ. Там с него на глазах у Джесси слетает одежда, а магический полотенце начинает хлестать его по гейской заднице. Пара же становится так много, что в нем материализуется Фредди Крюгер и режет физрука. Из душа начинает идти кровь, а пацан вдруг понимает, что перчатка Фредди надета у него на руке. И в общем, вдруг Джесси приводит домой полиция, якобы он шел голый по шоссе. Батя задает резонный вопрос. Чем ты колешься? Где достаешь? Ну бать, шаверма круглосуточно открыта. На следующий же день Джесси вдруг оказывается над его спящей сестрой. Якобы Фредди хотел ее порезать, но парень героически переборол соблазн. А еще через день все собираются на большую вечеринку. Сначала Джесси хочет трахнуть свою подружку, но его длинный язык все обламывает. Тогда он отправляется к своему другу и просит того, чтобы он посмотрел, как он спит. Это совершенно не странно. Я, конечно, не понимаю, но друг слегка удивлен. Но Джесси не стыдно, потому что внезапно из него вылезает Фредди и режет парнишу. И типа он буквально вылезает из него. Вдруг весь в крови и немного в шоке Джесси возвращается к любимой. Его только что на части разорвало. Но неважно. Та не верит, что он кого-то убил. Даже учитывая то, что он буквально с ног до головы в крови. Вдруг опять вылезает Фредди и пытается прирезать и девушку, но она оказывается чуть более скользкой, нежели остальные герои. Ей приходит в голову лучшая идея. Надо использовать силу любви. И с ее помощью придать Джесси сил. И это почему-то не работает. В любом случае она идет к Арсим на вечеринку, где вновь используют силу любви. И это вновь не работает. А Фредди уходит. Девушку знает, где его искать по дневнику, который они тогда нашли. Отправляется в котельную, вновь встречает Фредди. И опять использует силу любви. И теперь это почему-то работает. И Джесси вылезает из Фредди. И все вроде живут счастливо. И в конце герои опять едут на автобусе. И Фредди опять его угоняет. И даже опять без Киану Ривза. Как неожиданно-то. Только один вопрос. Сначала Фредди вылез из Джесси. Потом Джесси вылез из Фредди. Это типа такая хоррор-матрешка что ли? Они будут вылезать друг из друга, пока не останется самый маленький игрок в личной Фредди. Как это работает вообще? И в общем-то вот этот вот конкретно вопрос ты задаешь на протяжении всего фильма. Знаете почему? Потому что он засет! Какого фига вообще произошло? Понятно, что хотели по-быстрому бабла загробастать, но они вообще не старались. Сюжет совершенно не имеет никакого смысла. Он не только идиотский, но он еще и нарушает те крупицы логики, что вложил Фредди первый фильм. Зачем вообще ему выходить в реальный мир? Какая цель у Фредди? Кому и за что он еще мстить собрался? Все герои ведут себя как идиоты, а все происходящее лишено здравого смысла. И самое грустное, что здесь вообще почти нет ничего про сны. Про основную идею кошмара. Ну да и фиг бы с ним. Но так же расстраивает и картинка. Все эффекты крайне простые и совершенно не впечатляют. Фильм полная пустышка. Но самое странное в нем это запредельное количество гомосексуального подтекста. Причем сценарист Дэвид Ческин признался, что вписал его в фильм специально. Оправдывая это тем, что он хотел сделать фильм страшнее для подростков мужского пола. Которые составляют основную аудиторию картины. Я совершенно серьезно сейчас. Он в интервью это признал. Он считает, что для подростка в то время самое страшное в жизни было это сомневаться в своей сексуальной ориентации. Просто что за фигня? Но самое забавное, что в этом Ческин признался только пару лет назад. Изначально же он говорил, что актер Марк Паттон, игравший главную роль, просто вот так вот по-гейски изображал своего персонажа. И в результате Паттон, который на самом деле оказался скрытым геем, почувствовал себя использованным и настолько разочаровался в работе актера, что бросил эту профессию навсегда. Я вообще не шучу, пацаны. Кто же только мог подумать, что Кошмар на улице Вязов 2 это один из самых гейских фильмов в 80-х. Несмотря на все это, фильм оказался более чем успешным. И при бюджете в 3 миллиона он собрал в прокате аж 30. Чем автоматически дал зеленый свет продолжению. Благо, боссам Нью Лайн Синемы хватило мозгов пригласить вновь Уэса Крейвена для создания третьей части. Ну и кроме того, дать ему чуть больше времени для подготовки. Кошмар на улице Вязов 3 «Войны сна» вышел через два года, в 1987-м. И Уэс Крейвен выступил в роли сценариста и продюсера. Так что, хоть режиссером и был Чак Рассел, человек, к слову, поставивший маску и офигенную каплю, весь процесс все равно контролировал создатель серии. Кстати, каплю рекомендую всем обязательно посмотреть. Ожидаемо, фильм вышел великолепный. Но при этом по некоторым причинам о нем очень трудно рассказывать. В фильме огромное количество персонажей и важных деталей. Несмотря при этом на достаточно простой сюжет. Короче, фильм начинается с того, что девушка Кристен клеит из папье-маше дом Нэнси. Почему? А кто же ее знает? Но тут приходит мама и заставляет ее лечь спать. И даже несмотря на то, что девушка буквально минуту назад упарывала колу с растворимым кофе, наша героиня моментально засыпает. Оказывается, она в том самом доме, который она клеила. В доме Нэнси. А по совместительству культовой локации. Там на нее нападает Фредди, но девушка просыпается и идет в ванну. И что бы вы думали? На нее там опять нападает Фредди. И в общем, оказывается так, что девушка вроде как резала себе в вены, а мама ее запалила и отправила в психушку. Ту самую удивительную психушку, полностью забитую детьми, которых во сне пытается убить Фредди. И где психиатром работает? Что бы вы думали? Ну конечно же Нэнси из первой части. Но она же умерла, вы скажете. Конечно умерла, но это же хоррор франшиза, здесь всем насрать на здравый смысл, а сюжетные дыры составляют основной корень сюжета. Представьте, что вы идете в магазин за сыром, но платите за дырки в нем, которым идет еще и сыр. Так же и с хоррорами. Вы смотрите кино про сюжетные дыры, ну и там еще есть какие-то персонажи и сюжет вроде. Короче говоря, смысл всего таков. Помните, как я говорил, что Уэс Крейвен не планировал развивать кошмар в сериал? По его сценарию первый фильм должен был закончиться тем, что Нэнси победила Фредди и все нормально. Второй же фильм писал гомофоб Ческин. А теперь Крейвен вернулся и такой, че, второй фильм, да я хз вообще отталкиваемся от моего изначального сценария. И в этом сценарии Нэнси не погибла, а пошла в универ и стала психиатром. Так что она вместе с другими докторами лечит бедных детишек. Позже на Кристона опять нападает Фредди. В это время Нэнси ходит по ее дому, видит свой собственный домик из папье-маше и слышит оттуда крики. Внезапно она проваливается в кресло и оказывается во сне Кристон, где ее пытается сожрать Фредди. Вместе они отбиваются и возвращаются в реальный мир. Выясняется, что Кристон может призвать людей в свой сон. Однако Фредди все равно начинает убивать детей одного за другим. Особо важна вот эта вот смерть. Поскольку, возможно, это самая крутая фразочка Фредди за все фильмы. И я думаю, многие из вас уже понимают почему. Но вернемся к фильму. Учитывая все события, Нэнси рассказывает героям, что они последние дети тех людей, что сожгли Фредди. И поэтому он хочет их всех убить. На похоронах к одному из докторов подходит монашка и говорит, что, в общем-то, надо Косте Фредди похоронить. Тогда он успокоится. Заявление, безусловно, громкое. И герой решает его проверить. Он находит батю Нэнси, который участвовал в сожжении Фредди и заставляет его показать, где они спрятали Косте. Параллельно с этим все герои решают устроить групповую сонотерапию или типа того. В общем, все они оказываются во сне. И, как обычно, во снах у всех суперспособности. Но Фредди их разлучает и начинает убивать по одному. Однако, в самый важный момент, тот доктор все же поливает Косте Фредди святой водой. И тот вроде бы как умирает. Итог. Нэнси, наконец, мертва. Еще куча детей мертвые. Но вроде как Фредди тоже завалили, так что все мертвые. Однако, возможно, это того стоило. Но самое важное, конечно же, другое. Естественно, Фредди не умер. Ну вы че? Ну кто вообще сомневался-то? Уэс Крейвен сколько угодно может мечтать завершить этот сериал. Но пока на столе лежит куча бабла, игра не будет закончена. Главное же, что «Воины сна» это просто великолепное кино. Я думаю, даже сам прародитель Фредди уже понимал, что, в общем-то, герой его настолько сверхъестественный и волшебный, что уже можно придумывать что угодно и всем будет плевать. Фредди может валить всех во сне, может валить в реале, может оживлять скелеты. В один момент ему можно навредить, а в другой нет. И ни в чем нет вообще никакого смысла. В принципе, хоть это и досадно, но такого ожидаешь от хоррора. Однако, фактически, это единственный минус. С другой стороны, у нас куча классных героев, интересное развитие событий и просто-таки божественные эффекты. Серьезно, это одни из лучших практических эффектов в кино. За исключением, возможно, скелета в конце, который буквально уж похож на терминатора из первой части. Все выглядит невероятно. Это разваливающаяся стена, вены, которыми Фредди как кукловод управлял одним из героев, проваливающаяся в кресло Нэнси, оторванная говорящая голова. Но еще тут были офигенные сиськи и жопень одной из медсестер, что минусом тоже как бы не является. Как вы понимаете, фильм вновь был успехом и собрал в прокате 45 миллионов при бюджете в 4. А это значит... Фредди рад выбирать. Однако, с коррорами всегда так. Популярность приходит очень быстро, деньги льют с рекой, а значит надо продолжать. Но вот только три части уже за плечами, и идей осталось не так много, а значит начинается высасывание из пальца. Так случилось и с Фредди Крюгером. Следующая часть, опять же, вышла всего через год. И не сочтите за лень, но я не буду подробно останавливаться на этом и двух последующих фильмах. Во-первых, в плане сюжета тут нет ничего оригинального. Эй, у нас тут куча подростков, и Фредди опять пытается их убить. Да, детали, конечно, различаются, но в основном это уже сплошной фансервис для фанатов Фредди Крюгера. Во-вторых, история просто бессмысленна и существует лишь для того, чтобы Фредди мог убить кого-нибудь изошренным способом. Ну и в-третьих, да, убийство теперь не ради убийства, а ради зрелищности и кровища. То есть, фактически мы смотрим не фильм, где у нас есть там персонажи и мотивы. Мы смотрим фрагмувик на полтора часа, где Фредди выдумывает самые сложные и одновременно идиотские способы убийства людей. Значит, вкратце, четвертая часть четко продолжает события третьей. Только Уэс Крейвен снова не у дело, а Кристен почему-то играет другая актриса. Да, плевать, подумали боссы студии. Персонажи и актерская игра все равно никакого значения не имеют. И наняли какую-то левую девку, которая немного похожа. Хоть Фредди вроде как и завалили, но Кристен продолжают сниться страшные сны. Где, если ее ранить, то она получает повреждения в реале. Ну а заодно она продолжает затаскивать в эти сны своих друзей. Не хотел бы я иметь в себе такого друга, честно говоря. Но Фредди же не мог умереть, ему же вообще насрать, как, видимо, и сценаристу. Так что те похороненные кости просто срастаются обратно, и на них нарастает мясо, и вот он в порядке, как новенький. Почему? Ну, вот так, потому что придумать реальную причину было бы сложно, а сценаристу было некогда. Кокаин с груди тайландской несовершеннолетней проститутки сам по себе не снюхается ведь. И, короче, Фредди начинает всех понемногу убивать. В один момент убивает и Кристен, прямо на глазах у ее новой подруги Элис. И получается так, что Элис теперь поглощает все силы всех ее погибших друзей. То есть, она может призывать людей в сон, как Кристен, она получает силу магического каратэ, как ее брат, ум, как та няшная черная девочка, и все в этом духе. И в итоге, прокачавшись до максимального уровня и открыв все обилки, она выходит на финальный бой с Фредди, где неистово фейлиться. Потому что, лол, ты че, реально думала, что убьешь Фредди голыми руками? Он, блин, бессмертен! Они уже убивали его дух и его тело, и он все равно вернулся! Но в последний момент душ тех детей, что все время напивают ту считалочку, ей подсказали, что надо просто Фредди зеркало показать. Тогда он поймет, какой он стрёмный и сам издетонирует. И это сработало! Офигеть, да? Учитывая, что он сто раз был в комнатах с зеркалами в прошлых фильмах. Да блин, даже Нэнси пырнула его осколком зеркала, и это не сработало. Ну а заканчивается фильм тем, что Элис видит Фредди в отражении в воде, но ей как бы плевать. И в целом, это довольно неплохой фильм. Но блин, это уже четвертая часть. И к этому моменту трудно сохранять оригинальность. Да и зачем? У меня даже сложилось такое впечатление, что создатели специально сделали его таким нелепым идиотским, но при этом качественным. Чтобы фильм было интересно смотреть не только фанатам хорроров, но просто мимо крокодилам в кинотеатрах. То есть, чтобы вы понимали. Повелитель сна это фиговая часть кошмара на улице вязан. Но это очень прикольный хоррор. Да, сюжет идиотский, да, актерская игра просто невыносима. Да, им было плевать, никто не запаривался о художественной составляющей и хорроре. Но при этом в фильме все еще довольно крутые эффекты и зрелищные убийства. От многих из которых до сих пор резонно воротит. А Фредди все больше стал появляться в кадре и светить харизмой. Повелитель сна это идеальный угарный фильм ужасов для того, чтобы посмотреть на Хэллоуин с пьяными друзьями и впечатлительными девушками. Он не претендует на гениальность и какую-то историческую ценность, но он отлично развлекает. А это все же весьма важный критерий для фильма. Но это только четвертая часть. Мы только на середине пути, друзья. И что же вы думаете? Время поговорить о пятой? А вот и нет. В том же самом 1988 году на телеэкранах был запущен сериал «Кошмары Фредди». Де-де, многие не знали, но есть полноценный сериал по всем известной франшизе. Даяние бедного Крюгера шло на всех парах и сериал был вполне резонным шагом. Не первым и далеко не последним шагом. Сериал было решено сделать в виде альманаха, то есть набора ничем не связанных историй, которые представлял вам Фредди Крюгер. Он был как бы ведущим шоу, который рассказывал вам истории. Получалось, что одновременно нашему любимцу было уделено достаточно времени. И при этом сериал мог экспериментировать и не зацикливался на одном и том же. В целом шоу было непримечательное. Бюджет выделили крайне небольшой. И хоть сценарии и были неплохие, но уровень был совсем не тот. Фредди, как обычно, отыграл Роберт Ингланд. Ну а вот на второстепенных ролях можно было увидеть огромное количество нынешних звезд, вроде Брэда Питта. Также занятно, что многие серии срежиссировали различные именитые режиссеры хорроров, вроде Тоуба Хупера, создателя Техаска резни бензопилой. Шоу пускали не в прайм-тайм, ему дали время только поздней ночью, так что, ожидаемо, популярность оно не снискало. Ну а без рейтингов и так низкие бюджеты начали резать еще сильнее. В итоге всего сериал прожил два сезона на 44 серии, но, как я уже и сказал, это был только первый шаг в откровенном доении Фредди. В то же время начали выходить самые разные ништяки по теме. Книги, комиксы, видеоигры. В целом все было довольно средненьким, но я, пожалуй, сразу забегу вперед и выделю ныне культовый комикс Фредди против Джейсона против Эша, где известные убийцы подростков столкнулись с Эшем Уильямсом из серии Зловещие мертвецы. Надо ли говорить, что фанаты до сих пор сутся кипятком от радости? Но давайте, пожалуй, продолжим говорить о фильмах. И пятый фильм «Дитя сна» снова вышел всего через год. В этот раз они настолько торопились, что, говорят, съемки начали еще не завершив сценарий, а весь съемочный процесс и постпродакшн уложили всего в два месяца. И это по фильму идеально видно. По сюжету все как обычно. Элис заканчивает школу, у нее новые друзья, но, боженьки мои, Фредди не мертв! И опять посещает всех во снах и начинает понемногу убивать друзей. Мне кажется, тот, кто каким-либо образом связан с этими убийствами, должен считаться опасным для общества. Потому что, как показывает практика, в результате страдают ничем не повинные друзья. На протяжении фильма нам стараются показать историю Фредди, как он был рожден и прочее. Все это противоречит содержанию предыдущих фильмов, но, я думаю, всем было поливать. И мне, в принципе, уже тоже. Получается, что Фредди изначально уже был рожден таким монстром. Кого же тогда сожгли родители в первом фильме? Эээ, насрать. Эдж-хоррор. Также продолжается тема пустых персонажей, которые теперь, в общем-то, и не персонажи вовсе, а какие-то ходячие стереотипы, которые характеризуют способ их собственного убийства. Объясняю. Для того, чтобы придумать более изощренные и безумные сцены умертвления людей, которые теперь заменяют сюжет, нам нужны не эмоциональные сцены и раскрытия персонажей. Нам нужна профессия. К примеру, у Элис крутой парень с мотоциклом. Правильно, убьем его мотоциклом. И хоть это безумно крутая сцена, но момент смерти больно уж ожидаем. Также есть подруга худеющая модель, которую Фредди закармливает до смерти. И паренек-комиктист, которого затянет в рисунке, и там наш обгоревший друг изрежет его на лоскуты. Понимаете, к чему я клоню? Фильм превратился в клоунаду. Ну реально, Фредди Крюгер в костюме повара закармливает девушку так, что она задыхается? Но на это без смеха смотреть ведь невозможно. Естественно, никакой речи о логичности происходящего не идет вообще. Если предыдущая часть еще более-менее прокатывала, ибо была качественной и наполненной событиями, то Дитя сна скорее ощущается как скучное. Да, есть крутые сцены, но убийств очень мало, и ты скорее ржешь от нелепости всего происходящего, чем заинтригован и испуган. И все признали, что фильм не очень, но деньги все шли, так что останавливаться не было причин. А мне же что-то подсказывает, что с шестым фильмом будет все то же самое. Фильм начинается с цитаты Ницше, чтобы продемонстрировать, что кино-то у нас на самом деле умное, но только сразу же после этого добавляются цитаты самого Фредди, чтобы продемонстрировать, что фильм-то на самом деле тупо стеб по угару. Сценаристам к этому моменту было уже настолько насрать, что сюжет фильма объясняет из ниоткуда взявшаяся девочка. Она вдруг появляется и говорит неизвестному парнише с амнезией, что он заставит тебя помочь ему. Вот так вот. А буквально через пару минут мы видим Фредди в образе ведьмы на метле. Ну, в общем, с этим фильмом все понятно. Это комедия на грани с мультиком. Сюжет крутится где-то вокруг истории ребенка Фредди Крюгера. Что-то вроде древние демоны на самом деле захватили тело Крюгера, и поэтому он стал так крут. Теперь он убивает очередную пачку подростков, но в конце его настоящая дочь взрывает его динамитом. И вот и все. Вот так они убивают его в этот раз. Нафт весь бред. Про любовь, веру, святую воду просто взорви его нахер. Фильм ни на секунду невозможно воспринимать серьезно. Тут есть сцена, где парня запихивают в видеоигру и пытаются убить там. И когда у Фредди отбирают контроллер, он достает пауэрглав, пацаны. А в другом убийстве он как в мультиках перерезает сропы парашюта у парниши, а на месте его падения ставит ловушку с шипами. Ну реально, осталось только звуковые эффекты из мультика про Койота добавить. Естественные эффекты пошли на сбой, ничего особенно впечатляющего в этом фильме нет. И знаете, когда я сказал, что они убили Фредди просто взорвав его, они его действительно убили. Фильм же называется Фредди мертв. Но собрав в очередной раз неплохую кассу, продюсеры ведьма решили не травить сильно фанатов. И дали следующему фильму небольшой твист. В 94 году вышел новый кошмар Уэса Крэйвена. И это реальное название фильма. В России, конечно, для непонятливых перевели как кошмар на улице Вязов 7 новый кошмар. Ну да ладно, это фигня. Суть в том, что это как бы не фильм про Фредди Крюгера. Ну то есть это фильм про съемки фильма про Фредди Крюгера. Но при этом Фредди Крюгер из фильма выходит в нашу с вами реальность. Реальность фильма, где люди сами же и придумали Фредди Крюгера. И получается, что все актеры играют сами себя. Понимаете, боссы Нью Лайна хотели, чтобы Уэс Крэйвен вернулся и снял для них еще один офигенный фильм. Он пришел, посмотрел все вышедшие на данный момент части. И понял, что сюжет этих картин не имеет ни грамма смысла. Все перепутано, все каноны поломаны, фильмы противоречат сами себе. А Фредди уже давно как не страшный. Так что он пришел к выводу. К черту все, давайте реализуем ту идею мета-сюжета, которую я придумал 10 лет назад. Главная героиня в этот раз актриса Хизер Ленгенкамп. Игравшая в первом и третьем фильме Нэнси. И общий замес теперь в том, что две третьих фильма работают скорее как психологический триллер, нежели реальный хоррор. То есть фильм про то, как Нэнси постепенно сходит с ума, ну а вместе с ней и зритель. Потому что сказать, что происходит во сне, а что в реальности категорически невозможно. В итоге все-таки появляется Фредди, убивают пару людей, а потом Хизер сжигает его в печи. Опять. И фильм заканчивается тем, что она зачитывает сыну новый сценарий Уэса Крейвена для нового фильма про Фредди Крюгера. И трудно сказать, но мне кажется, что весь фильм это какая-то аллегория на творческий процесс или типа того. Плюс, естественно, Крейвен хотел наконец-таки покончить с этой серией. Поэтому фильм забит под завязку отсылками к другим частям франшизы. Но что же касается самого кино, оно скорее воспринимается просто как скучное. У сюжета хоть и есть неплохая идея, но реализация хромает и вместо интриги зритель скорее совершенно не понимает, какого фига вообще происходит. Да и эффекты подкачали. Ну а новый грим Фредди близок к дешевой резиновой маске с Алиэкспресса как никогда. На этом основная франшиза Кошмара на улице Вязова была закончена. Оставив после себя миллионы поклонников, миллионы долларов в карманах создателей и наследие, длящиеся десятилетиями. Но не думали же вы, что на этом сериал закончится? Параллельно с Кошмаром на улице Вязов шла другая гиперпопулярная серия слэшеров «Пятница 13-е». Разница была лишь в том, что если Фредди был хитер и поначалу пытался пугать, то Джейсон просто напирал на грубую силу. В конце 90-х обе серии себя изжили, поэтому было решено снять ультимейт-кроссовер, где два культовых героя хорроров схлестнулись бы в битве. Таким образом, в 2003-м на экране вышел Фредди против Джейсона. Фильм, который фактически закрывал обе киновселенные. И... фильм начинается с обнаженной девушки с сочной грудью. Ну, чтобы вы сразу понимали, в каком фильме находитесь. Кошмар на улице Вязов обычно не пользовался такими грязными методами привлечения аудитории. Фредди всегда был про другое. Но, так как фильм начинается с убийства Джейсона, чья серия фильмов использует максимально физиологический подход, то одежда должна лететь во все стороны, а на фильм должно быть хотя бы 2-3 обнаженных девушки с великолепными сиськами. Несмотря на всю абсурдность и меркантильность идеи, у фильма достаточно интересный сюжет. Фредди умер. Ну, как бы не совсем, но он не может никого убивать, потому что о нем все забыли. Тут мы как бы понимаем, что он бог. Потому что, как вы знаете, боги не существуют, пока в них никто не верит. Так что он хитростью оживляет Джейсона и направляет его в тот самый город. В тот самый дом, где когда-то Фредди терроризировал всех. Сиськи, неплохая расчиненка, и вот уже все стражилы города начинают тайком перешептываться, что Фредди вернулся, что естественно дает ему силы. Тут необходимо подчеркнуть несколько вещей. Фредди против Джейсона это кино из двухтысячных. Соответственно, тут много альтернативной музыки, торчков и разврата. Не то, чтобы в старых фильмах все было нормально и без эпатажа, но в этой эпохе я уже и сам жил, и вижу, насколько убого она выглядит сегодня. А также 2003 год принес нам компьютерную графику, так что забудьте о великолепных эффектах из «Кошмара на улице вязов». Теперь 90% всего рисуют на компьютере, и выглядит это, мягко говоря, так себе. Ну а еще в то время было модно делать рваный монтаж, добавлять дурацких эффектов, делая фреймрейт фильма типа 3 кадра в секунду. И, естественно, не показывать удар. То есть, представьте типичная сцена. Джейсон режет кого-то, но мы не видим само нанесение увечий. Мы видим, как он замахивается, а в следующем кадре мы видим, как он уже ударил. И это очень сильно бьет по восприятию фильма. В общем-то, это бич большинства современных картин, и что с этим делать, я не знаю. Неужели продюсеры там не понимают, что я, как зритель, хочу видеть и почувствовать удар? В любом случае, все убийства Джейсона заставляют Фредди ожить, и он начинает охотиться за детишками. Но в какой-то момент понимает, что пока он тут играет со студентиками один на один во снах, Джейсон там режет их десятками и ничего не стесняется. Фактически, отбирают у него его работу. Ему становится завидно и обидно. Он решает, что Джейсона надо бы устранить. Что и приводит к эпической схватке двух титанов хоррор-жанра. Тоже в итоге победил? В основном дружба, потому что, как вы понимаете, ни Фредди, ни Джейсона убить нельзя в принципе. Что можно сказать о фильме? Две трети его — это совершенно типичный слэшер тех времен. И это очень скучно. Он тупой, в нем плоские и дурацкие персонажи. Есть, конечно, неплохая работа с камерой и светом, но в основном все довольно убого. Ну серьезно, Джейсон вроде паренек небыстрый. Как можно попасться ему под нож в чистом поле? Просто убегите от него! Вам даже бежать особо быстро не придется. Но зато последняя треть фильма — это самый сот. Это, наконец, то самое противостояние Фредди и Джейсона, где они безуспешно пытаются убить друг друга. Ну и, кстати, Фредди здесь все так же играет Роберт Ингланд. И он великолепен, как никогда. Он одновременно серьезный и пугающий, но при этом по-прежнему харизматичный и забавный. А еще в этом фильме у него лучший грим. Все же не все современные технологии пошли во вред. Также я заметил одну важную деталь. Я смотрел пол фильма в дубляже, а вторую половину в оригинале. Хотел проверить, говорит ли Фредди сука в конце каждой фразы. Оказалось, что говорит. А еще оказалось, что в оригинале фильм в 10 тысяч раз угарнее и круче. Ибо харизм у этих героев не способен перевести ни один, даже самый талантливый актер дубляжа. Ну и что же в итоге? Фредди против Джейсона — это довольно неплохая попытка сделать хоррор-кроссовер. Да, больше половины фильма уныния и нагнетания. А еще кино слишком сильно опирается на время своего создания. Но финальный бой Титанов заслуживает всех этих страданий. После просмотра ты лишь жалеешь, что фильм Фредди против Джейсона против Эша так и не увидел свет. Почку бы отдал за это кино. На этом, наконец-то, история классического Фредди Крюгера была закончена. Роберту Инглонду, наконец, позволили снять грим, а история продолжила жить в душах и сердцах людей. Пока не началась эра ремейков. И знаете, кому в голову пришла эта идея? Майклу Бею! Как титан взрывов и идиотких сюжетов связан с фильмами ужасов, не сообщается. Но в режиссерское кресло он решил посадить никому неизвестного постановщика музыкальных клипов. Я клипмейкер в роли режиссера, ничем хорошим это не закончится. Сюжет фильма, за исключением некоторых элементов, повторяет оригинальную картину. Нэнси, ее друзья, родители сожгли Фредди и вот это вот все. Ну а теперь всему этому решили добавить реалистичный и современный внешний вид. Во-первых, они зачем-то заставили зрителя собереживать Фредди Крюгеру. То есть часть сцен пытаются доказать нам, что он вовсе никого не убивал, а родители сожгли его по ошибке, так что он вообще мученик. Понятно, что они хотели добавить глубину и драматизм персонажу. Но это же злодей серии слэшеров, ему не нужна история. Чем больше мы знаем про него, тем он менее страшный. А уж если мы сопереживаем ему, то вообще прощай хоррор. Во-вторых, в фильме намного больше упор делается на тему депривации сна. Если помните, то в старых фильмах они, конечно, постоянно говорили про то, что они не спят уже по три дня, но, честно говоря, видно этого по лицам героев не было. Здесь же они обосновывают все чуть ли не с научной точки зрения, и это довольно круто. Особенно мне понравился момент, где героиня не спала так долго, что ее мозг начинает самопроизвольно вырубаться, и она как бы скачет между реальностью и снами. Ну а в-третьих, Фредди. Фредди теперь играет Джек Эрл Хейли, известный всем по роли Роршерха из Сохранителей. И он, как бы это сказать, не очень. Ему постарались дать реалистичный обгоревший вид, и выглядит он, честно говоря, неплохо. Актер тоже подходит на роль, но вот харизмы, ну нету даже близко. Знаете, небольшое лирическое отступление. Вот я говорю, Ингландс, Ингландс, но я уверен, вам плевать, и многие считают, что роль Фредди мог бы исполнить кто угодно. С равно, актер в гриме весь. Но это не так. И я сам это понял только, когда устроил марафон всех частей франшизы. Больше половины интереса этих фильмов строится на Роберте Ингланде. И на том, с каким фаном он травит и убивает всех. Джеки Эрл Хейли же... Ну он, конечно, выглядит неплохо, и голос у него классный и глубокий. Но он абсолютно ничего не делает с этим персонажем. Он просто монотонно зачитывает свои реплики хриплым голосом. И так же монотонно режет детишек. Как будто он не мстит, а ходит на рутинную работу, которая его уже давно задолбала. Ну и да, я, конечно, жаловался на слишком уж идиотские убийства в последних частях оригинальной серии, но здесь Фредди вообще не старается. Ну, полоснул одного, полоснул второго. Зачем ему вообще быть богом снов, если он все равно просто всех режет? И тут мы подходим к самому больному месту. Спецэффекты. За исключением грима Фредди, и, возможно, самого первого убийства в фильме, все выглядит до боли убого. Практический эффект очень простый и тухлый, а компьютерная графика так ужасна, что напоминает о сериалах из 90-х типа Зены. И тут есть несколько повторяющихся эффектов из оригинального фильма, и, черт их подери, это просто небо и земля. Как у них вообще хватило духу пускать это в прокат? И знаете, это не как с недавними охотницами за привидениями, где другие призраки по-другому нарисованы. Это тот же самый долбанный эффект. Та же самая долбанная сцена. И 30 лет назад ее сделали в разы лучше. Позорище просто. Ну и, конечно же, монтаж. Ей-богу, здесь сцен 30, где кто-то засыпает, а потом появляется Фредди, и они тут же с криком просыпаются. А количество скримеров просто переходит все границы. Я, конечно, не против того, что клипмейкеры кино снимают, но они должны понимать, что это не одно и то же. Однако, в целом, конечно, фильм далеко не так плохо, как его размалевали. Да, я помню, как я ходил в кино на него, и я был расстроен, но, пересматривая его сегодня, в нем довольно много классных моментов. Скорее, перезапуск Фредди можно назвать просто скучным и пресным. Говорят, что его сразу планировали как трилогию. Даже все актеры сразу подписали контракты на три фильма. Однако, несмотря на коммерческий успех, продолжение почему-то так и не случилось. Я немного расстроен этим фактом. Даже несмотря на все минусы, у новой версии определенно был потенциал. Просто, ну не нужно пихать везде бесконечный гримдарк. Дайте Фредди немного повеселиться, и тогда у вас все получится. Вот такая вот она, вся огромная культовая франшиза Кошмара на улице Вязов. У нее были взлеты и падения, у нее были классные и печальные истории на съемках. Но самое главное, все же, это ее наследие. Спустя много лет и сомнительный перезапуск, Фредди продолжает жить. Его помнят и любят. Все знают про потрясающего, страшного Терри с Рикой Морти. Фредди был гостем в Мортал Комбат, и, конечно же, персонаж многочисленных фанатских фильмов. Черт, да про него была даже одна серия Яралаша. Как же я ее и ненавидел. Ну а уж какое художественное влияние на всю медиаиндустрию имели эти фильмы просто не описать словами. А количество отсылок в тех или иных источниках зашкаливает. Киновселенная, возможно, и мертва, и шанс на нормальное, каноничное и, главное, качественное возрождение серии невероятно низок. Но дух кошмара на улице Вязов будет жить в наших сердцах. И никакой демон из паранормального явления, никакой мальчик из проклятий, или какие там еще есть сегодня страшные монстры из хоруков, никто из них никогда не сможет затмить великий лик Фредди Крюгера. С вами был Илья Командер, друзья. Ужасного вам дня! Субтитры создавал DimaTorzok